Россия не с Путина! 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 Именно здесь, на Кайнафуре всё же сойдёт солнце, пламетой! Солнце! Которое согреет нас, свои печали! Мы тимумерь и принимаем за нас в будущее! Обратим этой власти! За наше будущее! За наших детей! Россия не с Путина! 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 Это зло, которое пытается поглотить наши умы и наши сердца. А кто не согласит с этим, она пытается загадить. Уничтожить их, то вы не согните. Верхневая сила! Верхневый! Побелим! 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 Для Турель, затощие положения, как они дали из команды города Госдумы. Так это крепко! Вы были не знакомы, а породовали у меня весь посты, поэтому сейчас вы hineистриете, в стране числе, anha-прансаническое другом, дорогой Журав! Субтитры создавал DimaTorzok Добро пожаловать на наш канал! 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 Коммунистической партии приветствую всех собравшихся здесь, выразить явный протест той политики, которую проводит Гельхин, проводил песен и сейчас проводит медведя и побирается проводить песен. Эта политика в черепове полностью открочилась, возрушенная промышленность, сельская подолка, строительство, возрушенная культура, армия, гранственность. Вот результаты действий этих сил. Поэтому наш объединенный лозунг «Пора менять власть! Пора менять власть!» Дорогие товарищи, поэтому мы выступаем за честные выборы, все собравшиеся здесь. А примерами честных выборов сколько угодно. Например, в воистской части 1800 голосуют за Единую Россию только за 100 коммунистов. Что это? Честно, когда построили солдат. Вот здесь только что была музыка Путина, то есть дурдом голосуют за Путина. И наш психология этот псих-диспансер проголосовал целиком за Путина. Не допущим, не допущим под фальсификацией выборов. Дорогие товарищи, я призываю всех присутствующих, знакомых, друзей, товарищей привезти на выборы в качестве наблюдателей. Вот здесь, по улице Гоголя, 14, находится городской комитет коммунистической партии. Мы с удовольствием направим вас, наблюдателями, на выборы. Все довольствием, приходите. Прямо после нашего митинга, дорогие товарищи. Да, власть надо менять. Мы не должны подумать, на что ее менять. Мы не должны быть оранжевой революцией. А что такое оранжевая революция? Это когда в правящем клане борются кланы разные. Кто сейчас борется? Путин, Березовский, нет, извините, Путин, Абрамович, Лисин, Мехсельдер и прочее. А с другой стороны кто? А с другой стороны Касьянов, наши звезда Ксения, Собчак и прочее, и прочее. Нам не нельзя допустить, чтобы наш народ исполнили на Мальдане, а власти пришли, опять же, разные кланы олигархические. Сейчас нам рассказывают, что своя демократия. На своем деле он играет трехголовый дракон. Это олигархи, чиновники и криминал. Олигархи, смотрите, 500 семей имеют больше половины максимального дохода, а остальные 142 миллиона, меньше половины. Правда, это справедливо. Это должно уйти. Поэтому наш главный власть и собственность народу. Власть и собственность народу. Власть и собственность народу. Власть и собственность народу. Дорогие товарищи, мы призываем объединиться и на выборах не только за проведение выборов, но и в продвижении единого кандидата. Наш либер Геннадий Андреевич Дюганов предлагает создать самую широкую коалицию всех протестующих сил. Обеспечить передачу власти народу изгранному. Обеспечить через национализацию передачу собственности народу. И он готов создать коалиционное правительство. Он объявил, что готов стать президентом переходного периода. Всем, чтобы изменить конституцию, всю систему власти и всю систему экономической. Наше дело правое. Победа будет за нами. Ура, товарищи! Ура! 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 Так что, товарищи, только в турдоме голосуют за Путина. Слово для выступления предоставляется Ищуку Сергею Анатольевичу, председателю Совета Регионального отделения партии «Справедливая Россия» в Хабаровском крае, депутату Законодательной думы Хабаровского края. Здравствуйте, друзья! Мы сегодня с вами, в субботный день, собрались здесь, чтобы выразить свой протест. Протест против фальсификации на выборах. Тот, что ворует кошелек, называется вверх. Тот, что ворует голоса народа, называется предатель. Предатель, который повернул свое острие против тех, кто доверяет ему власть. Против тех, кого он должен защищать. Чьи интересы он должен представлять. Но кто позволил ему это сделать? На избирательных участках работают десятки тысяч людей. Наши с вами граждане России. Возможно, они думают, что дело – хорошее дело. Благо, для России. То есть, прибудет к власти тех, кто знает, что нужно делать. Надо сказать им нет. Надо сказать, что тот, кто ворует наши голоса – это предатель. Предатель наших интересов. Он должен точно знать, что мы не допустим фальсификации. Нам нужна честная, проявляя, свободная страна. Кто за свободу? Кто за свободу? Кто за свободу? Все за смены. Возвращенные выборы. Ура! Слово для выступления предоставляется Островского Андрея Анатольевича, представителю движения в поддержку кандидата к президенту Микаину Прохорову. Кандидат к президенту Российской Федерации, Михаил Дмитриевич Прохоров, предлагает ряд конкретных мер для обеспечения прозрачности выборов. Первое. Запретить удаление наблюдателя с участка. Прилепим сушное. Отнести нарушение этого запрета к оголовным преступлениям. Второе. Отнести запрет видеофотосъемки на участке за время всего периода работы комиссии к оголовным преступлениям. Третье. Передать контроль за правопорядком и законностью на участке сотруднику полиции и обеспечить его присутствие. Огласить соответствующий приказ по МВД с простой и понятной инструкцией. Потому что сейчас сотрудники МВД, подвидом охраны общественного порядка, работают по сути на председателя избиркова, а должен работать на закон. То есть следить за тем, что права граждан не были ограничены ни другими гражданами, например, нарушающими общественный порядок, ни самой избирательной комиссии. Четвертое. Законодательно закрепить ответственность в правоохранительных органах за отсутствие реакции на направленную в их адрес информацию о фальсификации. Пятое. Ввести в режимцию считать существенным влиянием на установление результатов воли изъявления, выявления любого действия по фальсификации, совершенного членом избирательной комиссии. То есть при доказанном факте такой фальсификации результаты выборов на участке должны объявляться недействительными, а данные участка исключатся из общих итогов голосования. Шестое. Установить на участках прозрачные электронные урны, принимающие только один бюллетень за одно посещение кабинки. Седьмое. Вернуться к спискам избирателей сгруппированных подалонов, а не алфавитовы порядка. Седьмое. Отказаться от отступительных удостоверений, предоставив техническую возможность засрочно проголосовать тем, кто и уезжает на день выборов. Девятое. Определить первые инстанции для рассмотрения дел в отношении фальсификации судового уровня судебства федерации, то есть правильные республиканские. Россия давно нужна новая лица, новая идея, новый современный взгляд на развитие нашей страны. Наш с вами взгляд. Необходимо под общественным контролем провести расследование нарушений на парламентских выборах 2011 года. С такими способами добиться роспуска Госдумы и провести новое, досрочное, честное выборы в парламент. Необходимо провести политическую реформу. Вернуть прямые выборы мэров, губернаторов, представителей всех местных странноуправлений. Отменить все законы, которые не соответствуют Конституции. Отменить запреты на проведение митингов и манифестаций. И отмены цензуры СМИ передать все государственные контакты.